Привет всем, друзья! Как и обещала, вам сегодня поговорим с вами про тест-даф. При этом, конечно же, я постараюсь не вдаваться сильно в детали того, как сам тест-даф проходит. Я думаю, что это может каждый сам для себя посмотреть в интернете. Я просто вам очень коротко об этом расскажу. А основное внимание в этом видео я посвящу разным трюкам и разным лайфхакам для того, чтобы, даже если вы не совсем уверены в своем немецком, сдать тест-даф на очень хорошую оценку. В общем, по каждой части дам вам хорошие советы из личного опыта. Поехали! Тест-даф это один из языковых сертификатов. Он расшифровывается как Test Deutsch als Fremdsprache, то есть немецкий как иностранный язык. И преимущество этого экзамена заключается в том, что он был специально разработан, чтобы проверить знания немецкого у людей, которые будут учиться в немецких университетах. Это очень важно. Экзамен состоит из четырех частей. Это чтение, аудирование, письменная и устная часть. И каждая из этих частей идеально были разработаны для того, чтобы проверить, как вы сможете обходиться в разных ситуациях, с которыми вы столкнетесь в университете. Например, чтение имитирует изучение учебников или научных статей, аудирование имитирует ваше общение с одногруппниками или же посещение лекций и семинаров. И письменная и разговорная часть также проверяет, как вы можете высказывать свою точку зрения и как вы можете описывать какие-то факты или какую-то информацию своими словами, то есть как вы владеете немецким. В описании к видео вы также можете посмотреть два примера полного тест-даф, если вам будет интересно, ссылочка будет в описании. А я сейчас перехожу к трюкам, как лучше всего подготовиться к тест-даф, чтобы сдать его на самую хорошую оценку. Почему я так акцентирую внимание на оценке? Потому что для того, чтобы поступать в известные университеты в Германии, вам также очень важно получить хорошую оценку за тест-даф. Например, в ЛМУ вы можете поступить с оценкой 4 или выше за каждую из частей этого экзамена, а самая высокая оценка это 5. 5 значит, что вы идеально можете обходиться с разными ситуациями в университете, а вот 4 значит, что вы даже, может, делаете небольшие ошибочки, но в принципе хорошо подготовлены к тому, чтобы учиться в университете и жить в Германии. Вот, так что сейчас перехожу к советикам по каждой части, как сдать каждую из частей на самую-самую хорошую оценку. Первая часть это чтение, и тут мой совет очень-очень прост. Попытайтесь отстраниться от всего опыта и от всех знаний, которые вы приобретали до того, как вы пришли сдавать тест-даф, потому что тест-даф проверяет не то, какой вы развитый или неразвитый человек, и насколько много всего вы знаете, он проверяет, как вы поняли текст. И это основная ошибка, и то, почему люди, например, не могут хорошо написать чтение на тест-даф, потому что они отвечают на вопросы в зависимости от своего опыта и того, что они знают. А ваша задача просто отвечать то, что написано в тексте, потому что вас проверяют, как вы поняли именно тот текст, который вам дали, а не то, что вы знаете в целом. Моя методика для чтения заключается в том, что я сначала полностью читаю текст, а потом, когда я получаю вопрос какой-то, я ищу в тексте именно тот участок, к которому этот вопрос относится. И перечитываю еще раз то предложение, к которому относится мой вопрос, и пытаюсь понять, что именно указывается в тексте, что именно имел в виду автор, и в зависимости от этого отвечаю на этот вопрос. То есть, таким образом, я как бы два раза перечитываю вот этот вот отрывок, и это позволяет мне быть полностью уверенной в том, что я ответила правильно, и что я выбрала именно тот ответ, который подразумевался автором того или иного текста. Вторая часть это аудирование, и тут мой совет также очень-очень прост. Просто делайте как можно больше аудирования. И тут, конечно же, важно не просто, чтобы вы постоянно слушали немецкую речь, а также, чтобы вы проверяли, насколько вы правильно поняли то, что вы услышали. Поэтому смотреть фильмы или читать книги, или смотреть видео не до конца вам помогает, потому что вы как бы только воспринимаете информацию, но не можете проверить, правильно вы поняли или нет. Для этого советую все-таки брать специальные тексты для аудирования, или брать упражнения по аудированию. Третья часть письменная, и для письма, для сочинения вам нужно акцентировать внимание всего лишь на двух основных тематиках. Первая это описание диаграмм и таблиц, и вторая это высказывание своей точки зрения по поводу какого-то достаточно спорного вопроса. И тут я предлагаю вам не придумывать колесо и не пытаться самому что-то разрабатывать, а просто взять в интернете уже заранее заготовленные фразы для того, чтобы писать сочинения под тестов. Поверьте, такой информации достаточно много. В описании к видео вы также найдете один из сайтов, на котором есть вот эти вот все заранее заготовленные фразы, которые вы можете использовать. Для высказывания своей точки зрения, конечно же, вам также понадобятся заранее заготовленные фразы, и в общем и в целом это также достаточно просто, потому что вам нужно выучить вступления, которые будут помогать вам с каждым абзацем, и дальше вы уже будете просто писать о том, что вы считаете правильным и что вы лично думаете. Так что я вам скажу, что, конечно же, письменная часть для многих может показаться достаточно сложной, но выучив заранее заготовленные фразы, вам будет несложно написать ее хорошо, и основная ваша работа будет заключаться просто в том, чтобы остальной текст вычистить от каких-то мелких ошибок, на которых вы можете потерять баллы. Ну и последняя, четвертая часть, это разговорная часть. Я знаю, что все ее боятся больше всего, но на самом деле не стоит, потому что, конечно же, ожидание по разговору намного ниже, чем ожидание по поводу чтения или письменной части, потому что все понимают, что вы иностранцы, вы не можете говорить так хорошо, как говорят немцы. Конечно же, может быть достаточно сложно, потому что на устной части у вас проверяют достаточно много тем, у вас всего будет целых 7 заданий. На устной части, некоторые из них это будет тоже описание графика в диаграммках в письменной части, также высказывание своей точки зрения. Кроме этого, вы должны уметь посоветовать что-то, вы должны уметь спросить о какой-то информации, или также дать какую-то информацию, вы должны уметь развить какое-то предположение, то есть гипотезу и ее основать, или также рассказать о преимуществах и недостатках чего-либо. Звучит достаточно сложно, но тут мой совет заключается в том, что вам действительно просто нужно потренироваться для того, чтобы хорошо сдать эту часть экзамена. Например, они очень любят использовать разные картинки, и дают вам вот 3-4 картинки, вам нужно рассказать, что на них изображено, и дальше вам будут задавать какие-то вопросы, которые связаны будут как раз с тем, что вы скажете. С моей точки зрения, для того, чтобы оптимально подготовиться к тестам, вам нужно сначала просто заниматься немецким, потянуть его хотя бы до уровня B2, а потом уже впритык к сдаче тест-даф где-то за 2 месяца или за месяц начать заниматься очень интенсивно именно подготовкой к тест-даф и делать именно те задания, которые у вас будут на тест-даф, а не какие-то просто теоретические задания, которые помогут вам улучшить свой немецкий. За последний месяц перед тест-даф советую вам взять учителя, который будет вас натаскивать, особенно на устную часть, будет проверять ваши ошибки в письменной части, или же посещать специализированные курсы по поводу подготовки к тест-даф. Ну что, в этом видео было достаточно много информации по поводу тест-даф. Еще раз скажу самое главное для чтения. Самое главное это проверять в тексте, что именно имел автор текста, а не то, что думаете лично вы. Для аудирования самое важное это просто делать его как можно больше и проверять, чтобы вы правильно понимали ту информацию, которую вы слышите. Для письменной части самое главное просто выучить заранее заготовленные фразы, которые станут вашими мостиками, которые помогут вам связывать предложения между собой и продвигать вот ваше сочинение дальше, вперед, вперед, вперед. И для устной части самое главное это просто тренироваться, обязательно общаться, чтобы кто-то вас проверял и чтобы вы могли рассказывать и свободно говорить на те темы, которые я назвала. Например, описывать графики, диаграммы, или же высказывать свою точку зрения, или же давать кому-то какой-то совет, или описывать преимущества и недостатки каких-либо вещей или понять. Советую вам сначала просто заниматься тем, что вы будете улучшать свой немецкий, а потом уже в конце, впритык перед тест-дафом начать усиленно готовиться именно на специальные задания, которые у вас как раз и будут на этом экзамене. Конечно же, очень хорошая идея это взять учителя, который будет с вами заниматься, или же посещать специализированные курсы по тест-дафу. В описании к видео я также вам оставила полезную информацию по поводу того, как вам идеально подготовиться к тест-дафу. Надеюсь, что это видео вам понравилось, надеюсь, что оно было для вас полезным, и что оно поможет тем, кто вот буквально сейчас готовится к тому, чтобы сдавать тест-дафу. И, возможно, если вы только задумываетесь об этом, убедит вас в том, что он не такой сложный, как кажется на первый взгляд, и что, в принципе, сдать его, даже если вы не совсем уверены в своем немецком, абсолютно реально и можно, если вы будете следовать тем простым советам, которые я вам дала в этом видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, обязательно делитесь этим видео с друзьями, если они тоже собираются сдавать тест-даф. Подписывайтесь на мой инстаграм и группу ВКонтакте. До новых встреч, друзья! Пока-пока!